Ну что, в Трампа стреляли, и достаточно такое яркое событие, которое всколыхнуло мир. О нем уже высказались многие, и как-то вот прям запущен такой тренд на покушение. Как контрразведчик, что скажете о событии в Пенсильвании и последствиях для мира, политиков, ну и сильных этого мира сего? Я в свое время обеспечивал, контрразведчик обеспечивал безопасность высших военно-должностных лиц во время проведения военных парадов. Ну так уж получилось сначала, когда было в внутренних войсках и нацгвардии, а потом, когда в киевском гарнизоне, это уже в принципе все парады полностью. Я прекрасно знаю вот всю систему. Это очень длительная, тяжелая работа, связанная месяцев за шесть мы начинали планы написать, потом взаимодействие с другими органами, потом гражданная служба охороны, с территориальными подразделениями СБУ, то есть с центральным аппаратом, с киевским управлением, с МВД. Ну в общем, такой серьезный. Вот бумаг, вот целая папка такая, листов 300 я только бумаг писал туда-сюда. Ты только организатор, а потом еще и проверка. Поэтому, когда заканчиваю, когда я парад начинался, я в шесть часов, в шесть часов приходил, становился возле почтампа, становился. И когда парад заканчивался, я фух, и пошел 50 грамм выпивать. С радостью, что ничего не произошло. Это я к чему говорю? Это к тому, что такого рода мероприятие это серьезно. И есть пробелы секретной службы, полиции, ФБР и тому подобное. Есть пробелы, потому что как они допустили стрелка, 120-130 метров. Это да, действительно. Второе. Я вот живу в доме, где дом, который сюда приезжал, вот мимо дома проезжал, охраняемое лицо и открывал там типа школу. Так вот в доме запаяны все, слава богу, запаяли все выходы на крышу. То есть с решеткой стоят. Томочки только повесили, все запаяно. Вторые решетки, чтобы никто не мог залезть на крышу. То есть все обеспечено. Я сейчас вот благодарю, кто этим обид занимался. Теперь ворам пытаются через крышу залезть. Некоторые подпиливают, а там решетка, крепкая такая решетка, и не подпилишь. Поэтому или секретная служба и правоохранительная система где-то что-то недоработала, ну или просто спустя рукава, что якобы ничего не получится. Оно получилось. Второе, вот этот выстрел, вот просто верхняя ухо, верхняя часть, да, ухо, вот проведите коридентальную линию и посмотрите прямо куда стрелился стрелок. Прямо куда, да, в лоб. То есть это выстрел был должен быть, а почему вот эти несколько сантиметров не прошло? Ну по всей видимости, ну стрелок это не профессионал, это готовился, в Америке там частное оружие есть, они стреляют, есть пистолет, у каждого есть пистолет, есть дробовик и штайперская винтовка, которая не ходит, ходит там стрелять, если кто с оружием связан, кому это интересует. Вот он стрелял и по всей видимости, знаете, стрельнул, частота пульса была такая большая, что стреляет там по сердцу, как сердце бьется, да, и вот он вот это не попал. И по всей видимости для президента Трампа, значит, ангел-хранитель в то время повернул голову, как раз так, крылом своим, извините, но вот что-то, вот что он голову повернул, непонятно, вот кто-то его спас, поэтому вот видите, вот такое, ну а это пуля попала в другого гражданина и убила. Ну вот так, значит, Бог спас одного, убили другого. Поэтому ситуация, это я сейчас рассказал профессионально, что должны делать спецслужбы, а теперь реально что будет происходить? А происходить сейчас будет то, что вызовут, естественно, на ковер руководителей спецслужб, значит, на ковер они придут на, я думаю, будет закрытое или открытое заседание, но это не имеет уже значения, это не как у нас, вызывают на комитет Верховной Рады, да, по обороне, по безопасности обороны и розыске, так не приходят, присылают там второй, второй, третий лиц, там они приходят все и начинается серьезный разбор, именно политики задают вопросы исполнителям, почему произошло, почему будет такой серьезный разбор, он совсем понимает, что это сколыхнуло весь мир, ну реально это сколыхнуло, премьер-министра Словакии, так, и как-то оно, ну там страна 10 миллионов, но все равно это как-то взбудораживает, а тем более вот этот человек, который в политическом плане чуть-чуть политику проводит другую, ну назовем националистическую, ну не националистскую, а националистическую, то есть защита своего суверенитета, внешнего влияния, ну президент Трамп, я так как кандидат, он тоже самое проводит точно такую политику, как он, вот сейчас это начнет накручиваться, накручиваться, и реально под эту, как бы не попасть под эту, знаете, вот эту гильотину, вот эту, которая сейчас будет двигаться, и как бы какими-то не очень умными, я про Украину сейчас уже говорю, я сейчас уже говорю про Украину, если выскочит какой-то неумный, какое-то должностное лицо, начнет что-то там говорить, связанное там, если выскочит что-то, не дай бог покажется, что там на сайтах, что-то где-то там, что-то связанное, или какие-то и тому подобное, то можно попасть в эту, знаете, раз и все, а тем мокрое место не осталось, поэтому все заявления, сейчас я бы советовал власти, значит, лучше жевать, чем говорить, как была такая рекламная, без всяких этих, да, высказали, имеется в виду все, что связано с соболезнованием, там, или поддержку, и все, и замолчали, ни в коем случае, чтобы не попасть никуда, вот видите, как Син Цзепин озабоченность высказал, там все, а Путин молчит, а что же еще сделано, второе сообщение было, что это данный выстрел не связан с внешним влиянием, вы же тоже контролируете, это очень важно, почему, потому что если было внешнее влияние, все, мировая война уже была, вот тут была она уже, она уже завтра была бы мировая, ну, то есть, вот эта воронка войны, о которой я говорю, да, вот она уже и затянула бы, туда вот уже зашла, они сразу же, они понимают, что это делать нельзя, потому что я говорю по администрацию президента Байдена и правильщик вам, поэтому сейчас не буди лихо, пока оно тихо, поэтому в ближайшее время начнется то, помните, я говорил, военные события, ну, какие-то военные события, дай-то Бог бы обошлось бы политическими, вот этими событиями, да, событиями, дай-то Бог, и дай Бог она перейдет в военные, о которых я прогнозирую, именно связаны с фазами войны. Олег Иванович, ну, у нас же тоже своя какая-то очень интересная история с покушениями, выходит, Буданов говорит, покушение на Путина, ну, как бы было, выходит, Захарова говорит, это покушение, как бы в ответ на заявление, или там слова Буданова в интервью, говорит, покушение за американские деньги, то есть, они, ну, то ли приняли этот пас от Буданова, то ли Буданов как-то сыграл на упреждение, то есть, мы видим, что эту тему с покушениями, ну, не только на Зеленского, да, которые там с 22-го года, их там кто-то 12 насчитывает, их кто-то больше 10, а теперь уже вот как бы покушение на Путина, которое там было, но не, в общем, не сработало, да, было предотврещено. У нас же своя история с вот этими покушениями. Ну, тоже как-то поразительно, почему-то именно сейчас об этом начали говорить. Да, и вот про этот случай я, когда говорил, отвечал на Ваш вопрос, я не хотел его упоминать, потому что это связано с заявлениями людей, людей, должностных лиц, которые, находясь на должности стратегического уровня, а реально остались еще на должности тактического уровня. Вот я вот так всегда говорю, да, и это большая у нас проблема. Знаете, вот самое страшное, когда на уровне, то есть генерала, на уровне генерала находятся люди, вчера, вчера еще были капитанами и майорами. Вот к этому вот оно и приводит. Поэтому человек тактического уровня, он должен так думать, это все правильно. Но когда ты уже на эстрадийском уровне, ты, каждое твое слово имеет вес. Я говорю, когда вот я писал, служил, когда документы писал аналитические, докладные, высшему руководству страны на всех уровнях, за каждое слово должно внести информационную нагрузку. То есть не то, что он лет, вот так, депутат, что-то говорит, что он говорит, ничего не понятно. А должностные лица, ты, каждое слово что-то должно. Поэтому, к большому сожалению, у нас, опять же, вот по должностным лицам, и второе, нынешнее поколение, есть большая проблема. Вот я из того поколения, которое привыкло отвечать за свои слова. Я очень сдержанно, почему? Ну, с 90-х годов мы прошли, и знаем, что это такое. Поэтому, а нынешние, они не прошли эти тяжелые годы, они дети социальных сетей, да ты мудак, да ты сам мудак, да и все, и тому подобное. А придет того, в такое время, и сейчас. Вот я говорю, сейчас оно приходит, вот сейчас оно приходит в то время. И если кто поймет, то, дай-то Бог поймет, а кто не поймет, то его раздавят, просто их грозы будет. Поэтому за слова надо будет отвечать. Поэтому, я же не зря упомянул противника, врага, Российскую Федерацию, как они действуют. Смотрите, как они действуют, понимая, что любое их не то слово может привести, ну, ясно, что перекинуться и начнется. Они ведут себя, в принципе, все трезво мыслящие серьезные политики сейчас будут полностью на стороне, то есть выявлены в стороне политических лидеров Соединенных Штатов Америки. Вот я так, я мягко называю, да? Не называю одного кандидата, вот так называю, мягко. Политическая система. И уже кого изберет народ Соединенных Штатов Америки, в принципе, с тем лидером и будут дальше работать. Ну, как бы ответ ясен, наверное, как это, имеющие уши это услышат. Ну, понимаете, тут как бы тоже кто-то там в России кричат, давайте искать украинский след. В Украине говорят, давайте вот там смотрите русский след. У нас тоже такие есть. То есть мы видим, да, но это как бы не официальные лица, это больше там паблики, сети, вот эти люди, которые комментируют. Ну, тут очень важно, чтобы просто все было расследовано, да? И хорошо, что предсказатели из Симпсонов ошиблись. Там тоже такая ситуация, сцена была в мультфильме, да? Только там Трамп умер после попадания. А здесь вроде как все немножко по-другому. Давайте о словах и цене слов. Марьяна Безуглая говорит, что в ее источнике сообщают, что Сырский не верит в победу. Готов при как бы любом удобном случае к заморозке, к приостановке. И вообще, мол, как так можно, да? Он чуть ли там не марионетка залужного. Залужному выгодно, чтобы оставался Сырский, потому что никто тогда не будет отвечать, они там друг друга прикрывают, групповая порука круговая. То есть мы понимаем, да, вот этот наезд и продолжение. Ну вот, мне вот интересно, а почитают, например, солдаты на передовой, командиры, вот эти слова Марьяны Безуглой, о том, что Сырский не верит в победу. Как вот они отнесутся к приказам Сырского? Мы же вот всю неделю, да, вот на фоне саммита НАТО, мы же говорим о неких там контрнаступательных планах. Ф-16 придут, там ПВО, снаряды, Селенский бьется, скажем так, ну как верховный главнокомандующий от западных партнеров за разрешение бить глубже по российской территории. Это пока не получается, но тем не менее. А тут вот такое, скажем так, такие источники Марьяны Безуглой такое сообщают. Ну, дело в том, что кто вот это говорит, я так думаю, Марьяна просто является рупором группы лиц, которые сейчас находятся при власти. Ну, назовем его, есть башни Кремля, есть кабинеты Белого дома, а у нас, как назовем, кабинеты, это же банковые, да, это же банковые, давайте так назовем, это же банковые. Каждый этаж думает по-своему, каждый из своих руководителей. И самое поразительное то, что всегда прокалывается на деталях, поэтому всегда надо брать профессионала, вот есть, отрабатывается какая-то информационная операция, и она прорабатывается досконально, и чтобы в деталях, вот как Штирлиц, в деталях, вот разведчики, да. Вот она, Марьяна заявляет о том, что генерал Сырский является человеком генерала Залужина. Она вообще-то не понимает, что такое, опять же, вот я же постоянно объясняю, для них ведь лекции целые читаю, что такое воинская дисциплина, воинский дух, армейский дух, как идет прохождение воинской службы. Не может быть генерал Сырский человеком генерала Залужина. Почему? Потому что генерал Сырский был командиром генерала Залужина. Генерал Сырский был командующим сухопутного, а генерал Залужина был комбригом. Я же приводил пример, что когда уже генерал Залужный был назначен главкомом, а генерал Сырский был командующим сухопутных войск, он когда на совещание заходил, генерал Сырский, генерал Залужный вставал, вместе генерал Шоптова, тот же, который был комбригом. Это, естественно, генерал Сырский подчинялся главкому, это никто. Но это показывает о воинской вежливости, о воинской дисциплине и именно уважении и воспитании. Это первое. Поэтому генерал Сырский сейчас действует в соответствии с своим внутренним убеждением и внутренним убеждением, и то, что знаниями, которые он имеет, то подобное. И той командой, ну не командой, основывается его знание на решения, которые принимает, на анализы, которые проводит генеральный штаб, когда генеральный штаб приносит решение, он его анализирует, и это решение утверждает. Вот так в армии действует. Да не может быть так. Один пришел к должностному лицу, поговорил, кто последний пришел, то решение принято. Да не действует так в армии. В армии действует совершенно по-другому. Это первое. Второе. Если все приказы, все, что дается, все приказы, которые есть, и в армии действует, по документам, а документы утверждаются вот таким способом. Если это операция, а с учетом того, что у нас ставка Верховного главнокомандования, все документы идут на ставку. И на ставке они утверждаются. Так спросите, подождите, а с кого спрашивать тогда? Со ставки? Да. Да. Вот поэтому, почему, а теперь вопрос, со ставки, ставками, вот все, во всех неудачах, вот что делают политики? Они пытаются неудачи, которые есть у вооруженных сил уходов, есть неудачи, но есть и победы. Знаете, это как особо хитрые сотрудники той структуры, где я служил, вы меня спрашивали, да? Они говорят, хорошо быть замом. Когда начальник, когда что-то получилось, начальника награждает, я шаг-шаг зам, шаг вперед, я тоже принимал в этом участие. А когда что-то не получилось в своем деле, назад, не, я отношу, это только во всем начальник виноват. Вот это уровень, это уровень руководителей, вот кто-то, а уровень замов, вот такие, уровень, который вот так шевелится, в зависимости от политических ветров. Так вот, еще раз повторяю, все решения, все, что сейчас происходит на поле-бое, оно утверждается на ставке Верховного Главнокомандующего. И документы приносит и штаб и докладывает естественно Главком. Если утверждается не получилось, естественно, кто виноват, значит, штабка. А второй ведь вопрос, уже политический, после того, как президент Зеленский, который является Верховным Главнокомандующим, по непонятным причинам заменил Главкома Залужного на Главкома Сырского, заменив. Я понимаю, в армии есть такое, например, потом объявляется выговор, потом неполное служебное соответствие и все. И тогда человек уходит. Тут герой Украины, значит, был самый лучший, все это, а то врат самый плохой. Ты не можешь в армии быть самый плохой, если ты с курсантов, открой личное дело, он все время у него послужные списки, он был, не может человек быть 30 лет, быть заебачим пацаном, то есть отличный все. И тут раз один человек сказал, что он плохой. Да не может такого быть. Не может такого быть. Почему в армии, знаете, с одной стороны тяжело, потому что это воинское, ну, военное, вот это, надо просто понимать, что это такое. А политики, они не понимают. Ну, Марьяна Швить заканчивала военно-медицинский университет, кстати, я его контрразведователем обслуживал до 2005 года, прекрасный был университет, я туда ходил, когда зайдешь к ректору университета, когда он еще находился на своей там, где Академия обороны в Украине. Я смеюсь с вашего выражения, контрразведывательно обслуживал. Это что-то новое, да, это... Обслуживал или обеспечивал, тут зависимо как называть. А так контрразведователь обслуживает, контрразведователь обеспечения, так одно и есть. Оперативный работник, оперуполномоченный. Вот, когда зайдешь в военно-медицинский университет, к ректору, приходится, тяжело, потому что приходят начальники кафедры, руководители центрального госпитета. Ну, понятно. Так и скажите, что Марьяна Безуглая человек Старикова. Ну, так и скажите. Нет, она не человек Старикова. Она же училась в военной среде, она должна понимать, что это такое. Вот Ирина Верещук, она понимает, она капитана, она понимает, что такое военно-медицинское. А она, то есть, закончила, я не знаю, лейтенант ей присвоили, нет, медицинское. Она такие вещи, которые не понимает. Ну, Марьяна, не знаешь как, обратись ко мне. Я бесплатно уже не буду. Бесплатно все, советы закончились. Только за деньги. Но я расскажу, как это правильно сделать. Чтобы не смеялись. Ну, чтобы не смеялись. Это смеются же. Военные все смеются. Ну, нельзя же такое. Мы же, как вы, на эфирах до войны с вами ходили, и все нормально, и вроде бы друг друга поддерживали, как я полностью поддерживаю, что вы говорили. А сейчас такое, ну, нельзя такое. Ну, как-то уже, надо уже одуматься. Политика, сегодня одна политика, а завтра раз уже другая. Я, кстати, меня быстро, знаете, как научили, когда был еще опером, старшим опером. И тут ГКЧП. Раз ГКЧП, прибегает помощник военного прокурора, а в дивизиях всегда помогут, прокурор был в армиях, это прибегает помощник ГКЧП, помощник прокурора, военного прокурора, говорит, так, мы этих, блин, как его, ГКЧП, а нет, мы этих горбачевцев, всех разволим, всех разволим, значит, так, госбезопасность, вы с нами, ну, слава богу, начальник умный был, мы действуем соответствующие с приказами, которые идут от президента страны и тому подобное. Раньше, через три дня заканчивается ГКЧП, прибегает же этот военный прокурор, мы этих всех ГКЧП, всех пересадим, потом начальник говорит, видите, майоры, учитесь, вам служить еще долго, чтобы не помогали в такие, поэтому, Владислав, ну, сегодня такое, завтра такое, ну, это же, надо как-то думать перед тем, как такие делать громкое заявление, тем более против, не против, а необоснованно, вот вы задаете, совершенно правильный вопрос, а что думают на низах, ага, значит, эти верхние командования сдаются, руки поднимают, сдаются, а что нам, а нам что, штык земли, а другие командиры, другие командиры думают, ага, значит, а мы штык землю, нам что, выступать, как, 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 идти на Киев, для того, чтобы не было вот таких решений, да, ну, типа такое, следующее, если начнут у солдат спрашивать, тогда получается 1917 год, что советы солдатских и депутатов, что будем избирать командировок, вы, вы что творите, вы думаете, что вы делаете, но про то, что, это одна из основных задач нашего противника, спецслужб, вот, нести раскол и дискредитирует высшее военное руководство, я об этом уже постоянно говорю, я уже перестал говорить, вы уже, видите, как философ начал, как дедушка, который спокойно рассказывает молодым людям, депутатам, которые стали депутатами, ну, так, мы же-то их избрали, кто бы, не делать надо, если вы стали на государственной должности, вы должны думать перед тем, как что-то делать, думайте, а если не знаете, лучше молчить.